Один из лучших фигуристов мира, россиянин Евгений Плющенко, завершает свою спортивную карьеру. Накануне, перед самым началом индивидуальных выступлений на Олимпиаде в Сочи, спортсмен снялся с соревнований. Плющенко почувствовал себя плохо на финальной разминке. Во время выполнения нескольких сложных элементов у него возникла острая боль в спине. Старые травмы дали знать о себе. Вышел на разминку, попробовал, сделал тройную ребрагер, тройную лут сделал. И на первом тройном акселе я просел, с выезда просел, у меня сильно прострелило спину. Вторая попытка на акселе меня просто добила и все. Поэтому я шел до конца, пробовал, боролся. Но, видимо, предел был уже расписан. Я, конечно, расстроен, потому что цель была выступать на двух стартах, на двух соревнованиях. И, в принципе, я был готов. Но жизнь так распорядилась, здоровье распорядилось. Сейчас будем немножко лечиться, восстанавливаться. Любительский спорт для меня закончился. Может быть, не так, как я хотел. Но главное, что отсюда я уеду с золотой медалью. Для меня это тоже очень здорово. Даже те, кто теперь наверняка разыгрывает между собой титул чемпиона, спрашивают вовсе не о катании и не о судейских оценках. Он всегда был для меня героем. Благодаря Плющенко я начал заниматься фигурным катанием. И, конечно, хотел бы выступить с ним вместе. Я расстроен тем, что произошло. Я был ошеломлен. Жаль, что он не смог кататься. Хотелось продолжить наше соперничество в личной программе. Эта картина для Олимпиады стала невиданной. Соревнования фигуристов еще продолжаются, а вот расстроенные зрители стали покидать стадион. Тем не менее, Евгений Плющенко остается одним из самых известных и титулованных спортсменов в мире. Своё имя в историю спорта он вписал уже в 14 лет, выиграв первенство мира среди юниоров в Южной Корее и став самым молодым чемпионом в фигурном катании. Он первым исполнил многие сложнейшие элементы, некоторые, такие как каскад прыжков 4-3-2, названные его именем. Женя заслуживал этого льда, он заслуживал наших оваций. Мы рыдали, честное слово. Да, весь зал рыдал, потому что даже поддержать его толком не удалось под конец, потому что настолько это был шок для всех. Но, вы знаете, он все равно для нас кумир, все равно легенда, поэтому мы с ним...